Всем доброе утречко! Я сейчас загрузила посудомойку. Вернее, загружаю, а ещё не до конца загрузила. Представляете, всю неделю, пока меня не было, посудомойка ни разу не включалась. Сергей проще мыть руками. Он даже средства для мытья посуды достал. А у нас оно есть. Единственное там в тумбочке стояло. Тысячелетней давности вот пригодилось. И дети помогали тоже мыть руками. Первый раз за неделю включая посудомойку. Я говорю, ну посудомойка же проще сложил, всё положил, закрыл, а она моется. Нет, им проще руками быстренько помыть. Но я знаю, многие люди говорят, что им проще быстро руками помыть, чем вот это вот стоять в тетрис играть. Вот так. Но мне гораздо проще вот именно так. Цветочки мои меня стоят тут. Радуют. Не опали. Я прям ожидала, что вот этот сегодня опадёт. Но он ещё живой. А к Никите там друг пришёл. И они все дружно катаются по батуту. Пришёл сейчас дедушка. И подарил мне розочку. С днём рождения поздравил. Ещё принёс вот молочка, сыра, масло. Вот такое масло он периодически нам приносит на развес. Ну вот мы с удовольствием всё едим. И розочку такую красивенькую, аккуратненькую. Надо куда-нибудь её пристроить теперь. У меня просто три букета сейчас дома. Это четвёртый у нас стаканчик найти небольшой. Или вазочка у меня длинная есть на втором этаже. Там сейчас тюльпанчики стоят. Можно, в принципе, розочку туда поставить. А тюльпанчики переставить в другое место. Дети там всё валяются. Они вот на этом батуте чаще даже не прыгают. Вот так катаются, валяются, друг друга ловят там. Вон дедушка пошёл там гулять. Здесь дети там все кричат, визжат. Я пока тут цветочки полила. Цветы все поливали. Всё отлично. Дети, кстати, обожают вот так вот пшикать. Здесь около компьютера я себе поставила сирень, которую мне вчера Стёпа с Мишей принесли. Они после детского сада. Тут у нас во дворе сорвали сирень. Притом она была закрытой наполовину, а сейчас вот начала распускаться. Кто не знает, как сирень сохранить, чтобы она не вяла, а вот наоборот стояла и распускалась, я её сначала вставлю в кипяток. Вот прям чайник кипячу, ставлю туда ветку, а потом можно переставить в обычную воду или можно оставить в том же кипятке. Вчера я так сделала, вот сегодня она уже у меня наполовину распустилась. Не завяла, а именно распустилась. Такая красивая стоит. Маленький стаканчик взяла. Это стакан из-под кока-колы. Фирменный кока-коловский стакан. Но он симпатично выглядит, как вазочка. И он коротенький, удобно в него ставить. А тут, между прочим, лежит мой подарок от дня рождения. Сейчас покажу, что тут. Я ещё вчера хотела открыть, но не открыла. Я просто спать пошла. Это Сергей у меня сейчас спрашивал, что тебе подарить, что тебе подарить, что ты хочешь себе? А я ничего не хочу. Я говорю, ну давай у меня вот машинки для катышек. Нет, нормальные, мне там посоветовали хорошие. Я закажу, потому что это вещь нужная, мне пригодится точно, 100%. На самом деле вообще, без понятия, что мне нужно. Я такой человек, знаете, у которого, как говорится, всё есть. Всем довольна. Для меня, чтобы найти какой-то подарок, ну очень надо постараться, чтобы он мне нужен был. Так, вот такая вот машинка от катышек на одежде. Это, как она, Xiaomi вроде как называется. Многие именно такую посоветовали мне в комментариях, сказали, потрясающие катышки убирает. А я в последний раз, знаете, Никитке постельное бельё застелила, а там почему-то именно на простыне катышки. Я своим попыталась, он у меня маленький такой, самый недорогой приборчик. И он очень плохо работает. Я говорю, не, Никит, не получится, только батарейки жрёт. Этот не на батарейках, этот должен быть на зарядке. В общем, я хотела такую штуку и себе заказала такую штуку. У нас, знаете, нет такого, чтобы ко дню рождения там муж жене подарок делал, или я Сергею на день рождения какой-то подарок делал. Мы сами себе выбираем, что мы хотим, и сами себе заказываем, потому что у нас бюджет общий. Вот. Здесь провод вот такой. Type-C. О, классно. Type-C это удобно, потому что у нас все телефоны как раз-таки, ну кроме Никитина, на Type-C. Так, тут в комплекте, я так понимаю, это запасные лезвия, щёточка, инструкция. Не на русском языке, но с картинками. С картинками всё понятно. И вот такой вот сам прибор. Ну, конечно, он побольше, чем мой, который у меня был. Тут видно будет в окошечке, сколько он карточек собрал. Большой такой, классный. Мне нравится. О, работает. Вот такие вот, в общем, я себе выбираю необычные подарки ко дню рождения. У меня вот тут на втором этаже букет таких красивых розовых тюльпанов, больших. Вчера ещё были закрыты, и сегодня вот начали открываться так красиво. Я вот думала, может быть, сюда, в эту вазу розочку поставить, потому что она узкая. Но что-то мне тюльпаны больше тут нравятся. Наверное, в розочку всё-таки поставлю другую вазочку. У меня ещё есть такие длинные складные вазочки. Как-то давно на Алиэкспресс покупала. Вот они, в принципе, тоже подойдут. Пока временно. У меня тут цветок же стоял. Временно его вот сюда переставила. Тут тоже он отлично стоит. А вот картина мне не нравится. Она мне везде мешает. Не нравится в смысле из-за того, что она мешает мне. Уже прям, не знаю, уже, наверное, скоро решусь и повешу её на стену всё-таки. Она мне всё, казалось, по цветам не подходит. Но сейчас вот серые шторы. Может быть, всё-таки над кроватью повесить. Не знаю, сомневаюсь. А то мы её переставляем из угла в угол, с комнаты в комнату вот так вот. Деть некуда. А на тюльпанчике очень красивый, конечно. У нас у соседей опять груша цветёт. Так красиво. В прошлом году я всё думала, что это за дерево. Яблочко. Может быть, абрикос. Теперь я точно знаю, что это груша. Притом они её не собирали. Она у них долго-долго висела тут. А вот тут рядышком яблочко. У нас сегодня погода непредсказуемая. То ли дождь, то ли не дождь. Утром дождик немножко полил. Но так чуть-чуть быстро высохло. По поводу моей беременности. У меня вчера исполнилось полных 32 недели. Живот у меня, как вы видите, достаточно большой. Очень большой, я бы сказала. Ну и, в принципе, врачи сказали, что там процесс запущен. До 34 недель мы будем останавливать лекарствами, которые мне выписали. А после 34 недель уже они не будут работать. Так что, в принципе, к 34 неделям, возможно, я уже начну рожать. Но буду наготове. Как мне сказали, будьте наготове на всякий случай. Всё у вас в норме. Всё хорошо. Уколы, если что, прокололи, чтобы малыш сам дышал. Так что не переживайте. Идите домой. Всё у меня по норме. Всё хорошо. Но, скорее всего, прям врачи так и мне сказали, что рожу я раньше срока. Как и вот в прошлый раз. Вот такие вот дела. До твоего дня рождения, Серёж, я точно рожу. Я думала, я изначально думала, что я рожу в мае. Моя мама говорит, терпи до июня. Я говорю, ну это уже от меня не зависит. Там организм, если готов к родам, он готов. Ну и живот, смотрите, у меня уже большой. Ребёночек, в принципе, по весу сейчас 1,820 кг. Если ещё 2 недельки продержится, уже больше 2 кг. В принципе, всё отлично. Я не переживаю по этому поводу. То, что я раньше рожу, уже было не один раз. Сейчас, ну, значит, организм такой не хочет полностью сроки. Ну, знаете, тоже слышала, что у каждого свой срок. Кто-то до 42 ходит постоянно, а у кого-то вот 35-36 недель. У меня дети Миша и Стёпа у меня родились в 36 недель. Вот сейчас у меня 32 недельки. Так что я уже почти все сумки собрала в роддом. Чуть-чуть совсем осталось докупить. Я обязательно видео про сумки в роддом тоже вам сниму отдельное, покажу. Ну, в общем, почти готовы мы. Но надо ещё подождать, ну, минимум 3 недели. На обед у нас сегодня вот такой вот классный шлюм. Я, правда, не ела, потому что тут картошка, морковка. Мне это нельзя, но дети прям с удовольствием поели. Очень вкусненький. Это все другие делают для детей. И наваристый такой супчик, пока меня не было, ещё осталось. Но Сергей у нас варит огромными кастрюлями, поэтому ещё много тут. Слушайте, дети сейчас играют в магнитный конструктор. Тут все разложили, и, как обычно, им его мало. Стёпа говорит, папа, закажи сейчас же. Сейчас же закажи ещё. Не хватает опять поделить детальки, не могут. Да? Стёпа, опять мало тебе? Стёпа, вон, самая большая машина какая-то. У тебя машинка двухсторонняя, что ли? Сверху колёса и снизу колёса. В общем, отличная игрушка. У меня часто спрашивают, что детям подарить на 4 года, на 5 лет, на 6 лет. Мальчикам что подарить? Ну, потому что у меня мальчики, поэтому про мальчиков и спрашивают. Вот именно в этот конструктор просто играют, мне кажется, все. Вот универсальный подарок и для девочек, мне кажется, и для мальчиков подойдёт. Естественно, мы ещё потом детальки закажем, просто не хватает. А ещё, пока меня не было, Сергей заказал абакус, вернее, я сказала, говорю, Серёж, закажи абакус, Миша. А я в корзину кидала и такой, и нашла всё-таки зелёно-жёлтый. Но Сергей не знал, какой заказать, и заказал такой. А я сама забыла, что я такой тоже в корзину кидала. Ну, в общем, у Миши теперь вот такой вот коричневый будет обычный абакус. Надеюсь, он с ним тоже сладит. В принципе, вот отличается только цветом. Ещё, пока меня не было, пришёл вот такой крутейший конструктор Кюбрикс. У нас была такая алмазная мозаика, у нас другие конструкторы были. Теперь вот такой вот классный конструктор будет Никита собирать. Я заранее у него спрашивала, будет он собирать или нет. Он сказал, да, вот это да. Я говорю, это как большое лего, только можно собирать портрет из этого. В общем, будем потом собирать, потом будем показывать вам. И пелёнки я заказала, вот такие вот пелёнки. Это для роддома, пойдёт в сумку роддома. Это тоже возможно и для роддома, и для малыша. В общем, две упаковки пелёнок заказала. И нори ещё пришли. Листья нори. Всё это с озон заказывали. А, нет, это Валберис, это Озон, это Озон, это тоже, по-моему, Озон. А Бакус с Валберис, по-моему. Я сейчас решила себе сделать оладушки кабачковые, как обычно делаю. До этого точно так же делала, точно так же была вот эта вот жидкость, там яйца. Я просто вот так вот делаю, как бы немножко стекает и на сковородку кладу. Но сегодня они у меня вообще не получаются. Они могут просто разваливаться. Я сейчас попыталась перевернуть их, а они у меня развалились. И знаете, что я думаю? Это сковорода. Я взяла сейчас сковороду, которая у нас довольно старая. И вот к ней начало всё прилипать. В общем, надо её, походу, утилизировать, оставлять только хорошие. Прям вообще я так расстроилась. Начала переворачивать, и у меня всё остаётся там. Ну ладно, я и так, конечно, съем. Просто сметану смешаю, хоть ложку съем. Это будет вкусно, но не нравятся они мне по внешнему виду. Просто отвратительные получаются. Я всё-таки не выдержала и поменяла сковороду. Вот это у нас просто было с мясом. Я сейчас мясо переложила, положила в холодильник, помыла сковороду. В общем, на той сковороде у меня получалась просто каша вместо оладушек. Тут даже ещё не поджарились, но уже хоть как-то перевернулись. При этом я на эту сковороду не лила никакое масло, не смазывала её. А ту я заранее даже смазала сливочным маслом. Ну ладно. В общем, от этой я знаю, что просто и без масла всё отлично отходит. Хоть более-менее на оладушки похоже. Я, кстати, сегодня ходила с этой розочкой, ходила, думала, куда её поставить. Везде есть. И в итоге я решила поставить вот тут, рядом с телевизором. Очень надеюсь, что её дети не собьют каким-нибудь мечом. Всех предупредила. Ну, пока тут постоит. Она очень красивая, но у меня везде, в каждой комнате есть пабукет. Я тут, думаю, в детскую ставить нецелесообразно. Там вообще дети бесятся. В Никитиную комнату тоже. В туалет, естественно, я тоже не буду ставить. Ну, а тут в зале более-менее она хорошо стала. Вот такие вазочки. Я про них говорила. У меня их несколько штук. Притом им очень много уже лет. Не знаю, мне кажется, лет пять точно. Даже больше. Достаю их раз в год на день рождения обычный. Или там на 8 марта. Но сейчас у меня есть стеклянные вазочки. А до этого у меня не было стеклянных ваз много. Я вот такими всегда пользовалась. Это пластиковые вазы. Плоские. Очень удобные, компактные. Я всё говорила раньше, что их удобно на работу брать, например. В общем, у кого таких нет, обязательно себе возьмите. Они недорогие. Я, по-моему, тогда давно, ещё давно брала то ли рублей по 20 за штуку. И вот штук пять взяла. Они у меня, вера и правда, служат уже много-много лет.